Всем привет дорогие друзья! Сегодня я с вами поделюсь рецептом безумно вкусных глазированных творожных сырков с вареной сгущенкой. Для начала в емкость выкладываем 350 грамм творога жирностью не ниже 5%. К творогу добавляем 60 грамм сливочного масла комнатной температуры, 60 грамм сахарной пудры, и пакетик ванильного сахара. Взбиваем массу погружным блендером до однородности. Для сырков лучше взять проверенный вкусный творог, чтобы он не был кислый, потому что от качества творога будет зависеть вкус готовых сырков. Хорошо подойдет мягкий творог в пакетиках, потому что в нем нет лишней жидкости и он более однородный. Но если у вас обычный творог, тогда его лучше перетереть через мелкое сито. Масса должна получиться воздушная и однородная. Ее можно попробовать и если что добавить еще немного сахарной пудры. Для начинки я буду использовать вареную сгущенку, поэтому для удобства ее лучше переложить в плотный пакет или кондитерский мешок. Нам ее понадобится 2 столовые ложки. Теперь ее хорошо утрамбовываем и срезаем кончик. Теперь для формирования сырков нам понадобится кусочек пищевой пленки. На него выкладываем 1 столовую ложку творожной массы и ложкой придаем ей вытянутую форму. Теперь посередине делаем углубление для начинки и отсаживаем полоску сгущенки. Затем при помощи пленки накрываем творожной массой начинку. Утрамбовываем ее и скручиваем в колбаску. Если у вас нет специальной формочки для сырков, такой вариант будет отличным решением и делается это совсем не трудно. Таким образом сворачиваем все сырки. Также для начинки можно взять фруктовый или ягодный джем. Сделать шоколадные сырки или сделать их без начинки. С этого количества ингредиентов у меня получилось 9 заготовок. Их нужно убрать в морозилку до полного застывания, примерно на 5 часов. Затем, примерно за 15 минут до момента доставания сырков, приготовим шоколадную глазурь. Я шоколад буду топить на паровой бане. Для этого в кастрюлю нужно налить небольшое количество воды. А сверху установить глубокую тарелку. Смотрите, чтобы она устойчиво стояла и дно не доставало до воды. В тарелку выкладываем 160 грамм молочного или черного шоколада. Его нужно поломать на маленькие кусочки. И постоянно помешиваем шоколад, ждем, чтобы он полностью растопился. Также шоколад можно растопить в микроволновке маленькими импульсами, примерно по 15 секунд. Поставили, достали, помешали и так, пока весь шоколад не растопится. Теперь еще в горячий шоколад добавляем 40 грамм растительного масла. Хорошо перемешиваем до однородности. И переливаем готовую глазурь в емкость, которая будет удобно макать сырки. Затем достаем наши заготовки. И снимаем с них пищевую пленку. Сырок насаживаем на деревянную шпажку. И окунаем его в глазурь. Смотрите, чтобы сырок хорошо держался и не начал слазить. Шоколад на сырке застывает за считанные секунды. Вот такие красивые они получаются. Перекладываем их на доску. И так со всеми сырками. Я пробовала насаживать сырок на нож, но он у меня начал трескаться. Поэтому лучшим вариантом будет взять вилку. Готовые сырки можно хранить в морозилке несколько недель. А размораживать их нужно в холодильнике. Давайте я разрежу один сырок и покажу его внутри. Эти творожные сырки ничем не отличаются от магазинных. Но при этом они не такие вредные. И готовятся они совсем не сложно. Из маленького количества ингредиентов. Это еще не все. Также вы можете посмотреть один из моих рецептов, кликнув по картинке справа или слева. Ну а я желаю вам приятного аппетита и всем пока!